Добрый день, уважаемые коллеги, это еженедельный взор от компании Тикмил и с вами я Артур Изятуллин. Европейская валюта у нас сегодня усиленно откупает. В предыдущие дни вчера у нас пара оттерлась около уровня 1.1650, тестировала этот уровень поддержки, но наконец-таки сумела возобновить ралли и тому есть весомые причины. Для Европы вчера оказалось важным заявление главного экономиста Питера Прайда, в котором он назвал следующее заседание ЕЦБ, которое пройдет в ближайшем деле поворотным в решении о том, стоит ли продлевать программу скупки бандов. Его комментарий укрепил надежду в том, что политики все-таки у нас вышли на финишную прямую смягчение в европейской экономике и вскоре она должна будет отправиться в самостоятельный полет. Вопрос о нормализации политики на этот раз будет выставлен на повестку дня, в отличие от предыдущих заседаний, где Драги у нас сбегал формального обсуждения сворачивания программы. В апреле как же велико было разочарование покупателей евро, когда оптимистичные комментарии Эвальда Наводна и другого представителя ЕЦБ, они у нас сменились на довольно-таки равнодушный тон Драги, который практически через неделю как раз на заседание объявил, что пока рассматривать сворачивание политики ЕЦБ не будет. На этот раз члены комитета будут всерьез обсуждать сроки и темпы завершения программы, о чем будет доложено общественности в официальном заявлении. У покупателей евро может сейчас складываться ощущение на фоне этих комментариев, что они не успевают запрыгнуть в уходящий поезд, так как долгожданный разворот ЕЦБ в политике наконец-таки замаячил на горизонте. Соответственно, европейская валюта должна будет сейчас расти усиленными темпами в соответствии с разрастающимися ожиданиями по поводу новой позиции ЕЦБ. Евро отвоевал сегодня, как видите, по проценту, приближаясь к нашему прогнозному уровню 1.18, где, возможно, все-таки он как раз натолкнется на коррекционные силы с этого уровня сопротивления. Доллар сегодня глобально распродают, так как перспективность американской экономики все меньше выделяется на фоне глобального рынка. Во время итальянского кризиса была хорошо видна, отчетливо проявлялась неуязвимость американской экономики, по крайней мере, так считали рынки, к внешним шокам. Собственно, поэтому и был спрос на доллар. Однако сейчас, когда риски отступили и рынок начинает отыгрывать изменения в годами длившейся политике смягчения ЕЦБ, это одновременно является сигналом улучшения дел у партнеров ЕС во внешней торговле, за счет которого сейчас происходит расширение производства и поддерживается инвестиционная активность в еврозоне. Ну и также, возможно, поступили сигналы об улучшении внутреннего потребительского спроса. Вот можно вспомнить недавний отчет по розничным продажам в Германии, во Франции, который у нас привысили прогнозы, которые у нас заложили основу для оптимизма по евро. Европейские фирмы сейчас производят прежде всего для иностранных клиентов, то есть их активность поддерживается за счет экспортных заказов. Для внутреннего потребления, конечно же, производится меньше, поэтому завершение смягчения политики в условиях зависимости экономики от внешних заказов, это либо уверенность в том, что внутренний спрос скоро потянется, либо заказы из-за рубежа будут дальше стабильно подпитывать рост европейской экономики. В ВВП Австралии у нас превзошло ожидание. Пара австралийский доллар и доллар США укрепилась более чем на половину процента. После того, как пара была продана вчера после заседания Резервного банка в Австралии, на котором оставил он ставку без изменений, сегодня у нас пара возобновила рост. Я уже говорил о том, что, скорее всего, это было мнимое удивление австралийского доллара на решение РБА, и, скорее всего, рост продолжится, так как в целом австралийская экономика показывает положительный у нас тренд, и, естественно, национальная валюта будет следовать этому тренду. У нас сейчас в ближайшем селе остается уровень 0.77 по австралийскому доллару, и уровень 0.78, среднесрочный прогноз у нас, также остается актуальным. Укреплению австралийского доллара, конечно же, тоже будет способствовать. Сегодня сыграло на руку ослабление американского доллара. Есть вероятность, что ЕЦБ у нас возьмет отсрочку до июля, чтобы гипотеза о временном замедлении инфляции в первом квартале нашла подтверждение в свежей порции экономических данных. Смысл в этом вот какой. Рано или поздно решение о смене курса в политике будет объявлено, однако, чтобы установить сроки завершения и темпы сокращения скупки активов, нужно, конечно же, понять, в какой форме находится у нас экономика. Как я уже отмечал прежде, это больше следует обратить внимание на данные по кредитованию, внутреннему кредитованию населения, а также кредитованию нефинансовых организаций, то есть фирмам, производящих товары и оказывающих услуги, и также следить за ценами производителей. Также можно вспомнить про итальянский кредит этой информации, которая, в принципе, уже одной ногой стоит в прошлом, однако партии у нас еще должны договориться о некоторых моментах финансирования, также вызывает противоречие заявления по правах о том, что они собираются увеличить госрасходы, в то время как ЕС требует, чтобы Италия у нас соответствовала фискальным стандартам, что требует у нас сокращения госрасходов, поэтому вот этот неурегулированный момент, конечно, он будет представлять неопределенность и может еще не раз проявиться в динамике евро. Сейчас у нас возникает также неопределенность и с нефтяными ценами источника инфляции, в частности для еврозоны, так как ОПЕК у нас собирается повышать квоты на производство. Вместе с увеличением добычи будут пройдены и пики сезонного спроса на углеводороды, который вот, пик будет пройден примерно в середине лета, поэтому рост цен в июле может у нас снова оказаться неустойчивым. Цены на нефть у нас сегодня показывают разнонаправленную динамику, видно, что у нас североморский сорт бренд вырос, в то время как Витя и Синдиус, возможно, это как раз-таки сейчас изменение в ожиданиях, вот эта дивергенция в ожиданиях в том, что по ОПЕК пока не ясно, что они, какое они решение примут, в то время как по американскому сорту все понятно, то что производство там у нас сейчас продолжает расти, и это, конечно же, оказывает нисходящее давление на цены. Можно вчера вот вспомнить еще заявление Белого дома, такой некоторый намек о том, что у нас ОПЕК должен поднять производство на 1 миллион баррелей, потому что у нас цены сейчас являются, по мнению Трампа, искусственно завышенными, поэтому велика вероятность, что ОПЕК все-таки примет решение расширить, увеличить квоты на производство. Возвращаясь к ЕЦБ, он у нас сейчас ежемесячно скупает по 30 миллиардов евро ценных бумаг, то есть бандов в месяц, тем самым он создает искусственный спрос, таким образом финансирует у нас экономику, можно сказать, под низкий процент. Это будет продолжаться до сентября этого года, и по словам чиновников, изменения будут происходить постепенно. Популярное мнение сейчас о том, что скупка бандов должна закончиться до конца этого года, однако количество ценных бумаг на балансе будет поддерживаться с помощью политики на реинвестирование, то есть тот доход, который будет получать с покупом, он будет опять же реинвестироваться снова в покупку свежих новых бандов, и таким образом уровень будет примерно поддерживаться на том же самом уровне. Это, в принципе, было финальным этапом количественного смягчения со стороны ФРС, после которого она объявила о том, что начнет постепенно освобождать баланс активов. Поэтому можно сказать, что переход к политике реинвестирования и прекращению скупки бандов это также финальный этап в смягчении экономики ЕЦБ. Ставки еще долго будут у нас оставаться на низком уровне, так как Драгин у нас уже об этом говорил, он сигнализировал о том, что ЕЦБ вернется к обсуждению ставок после того, как будет у нас завершена программа смягчения. И это пройдет довольно-таки не сразу. Также у нас основным фактором, который тянет ЕЦБ назад, в сторону сохранения смягчения, это торговый спор между США и Китаем, который рискует значительно потеснить европейский экспорт на веровом рынке. Если Китай у нас придется больше покупать все США, то есть нарастить покупки некоторых товаров, это, естественно, вызовет диспропорции в торговле с другими партнерами, то есть ЕС, что, возможно, вынудит Китай сократить у нас уровень торговли с Европейским Союзом. Учитывая новую информацию, которая у нас сегодня поступила на рынок, и реакцию евро, которую вот сейчас она демонстрирует, она, похоже, находится у нас между умеренной и сильной. Прогноз у нас по евро остается пока что 1.18, однако заседание ФРС на следующей неделе, вероятно, будет сдерживать продолжение покупок евро. Завтра и послезавтра у нас намечается важная производственная статистика по еврозоне и безработица в Германии в пятницу, которая, вероятно, позволит все-таки евро укрепиться до уровня 18.50, то есть сделать такой краткосрочный скачок до этого уровня, прежде всего за счет того, что во втором квартале появились уже сигналы в том, что экономика евро-зона начинает восстанавливаться, и, скорее всего, данные, которые также характеризуют активность экономики в апреле и в мае, они также будут свидетельствовать в пользу улучшения дел. Индекс доллар у нас двигается к уровню 93, и, как видно, участники рынка у нас готовятся к заседанию ФРС, постепенно ликвидируя долларовые позиции. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы и комментарии. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!